Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЕИ ТВ в студии Тимофей Львутин. Трое украинских защитников были ранены за минувшие сутки на Донбассе. Российские оккупанты 30 раз вели огонь по укреплениям вооруженных сил Украины. При этом шесть раз применяли артиллерию и минометы в районах населенных пунктов Новотошковская и Золотое, что на Луганском направлении. Активизировались боевики на Донецком рубеже. Провокационные обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Водяного, Широкина. С полуночи террористические группировки уже шесть раз обстреляли защитников Украины. Как отметили в пресс-центре операции объединенных сил, запрещенное минскими соглашениями вооружение не применяли. Верховная Рада продолжила рассмотрение права к законопроекту о национальной безопасности. Прямо сейчас за событиями в парламенте следит наш корреспондент Ольга Михалюк. Она на прямой связи со студией. Оля, как продвигается рассмотрение поправок и смогут ли сегодня депутаты проголосовать за законопроект в целом? Какие звучат прогнозы в кулуарах? Приветствую, Тимофей. Действительно, законопроект о национальной безопасности должен быть проголосован сегодня. Нам объяснили, в чем особенность этого законопроекта. Депутаты в кулуарах определяют стремление Украины в Европейский союз и НАТО. Также определяется стратегия развития Украины даже в условиях военного конфликта. В нем прописано стратегическое оборонное планирование, реформирование оборонного сектора. Что интересно, президент Украины определяется как верховный главнокомандующий, а вот министр обороны с 2019 года – это будет гражданское лицо, как и заместители министра. Также, благодаря новым нормам, которые будут приняты в этом законопроекте, общественность сможет контролировать все целевые бюджетные средства, которые будут направлены на оборонный сектор. Предлагается высокий уровень прозорости. Предусмотрен высокий уровень прозрачности. Что мы имеем в виду под этим термином? Это высокий уровень открытости информации о финансировании сектора безопасности и обороны. В частности, финансирование. Фактически, расходы, которые сейчас являются засекреченной информацией, будут рассекречены. Единственное, что останется закрыто от общества – это информация под грифом «совершенно секретно». Еще одна интересная поправка, которая может быть принята в рамках данного законопроекта – это создание единой базы потребителей газа. По ней облгазы должны будут давать все данные по счетчикам нефтегазу. Благодаря этому бюджет Украины сможет дополучить миллиарды гривен. Как сказали нам депутаты из Комитета по нацбезопасности, это тоже часть энергетической безопасности Украины. Для того, чтобы, возможно, эта поправка будет принята, если же депутаты сочтут, что она каким-то образом изменяет логику этого законопроекта, то после принятия законопроекта о национальной безопасности этот законопроект отдельно будет внесен депутатами профильного комитета. Спасибо, Ольга. С нами на связи был наш корреспондент Ольга Михалюк из Верховной Рады. Там депутаты продолжают рассматривать правки к законопроекту о национальной безопасности. Ну а мы переходим к другим новостям. Принятие закона о создании антикоррупционного суда в Украине приветствует Соединенные Штаты. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт. В тексте отмечается. Директор Международного валютного фонда Кристин Лагарты и президент Украины Петр Порошенко согласились, что парламенту следует незамедлительно внести поправки в законодательство, чтобы планируемый судебный орган мог проводить слушание по всем делам, находящимся в его юрисдикции. Эти шаги помогут побороть коррупцию, угрожающую нацбезопасности и демократическому развитию Украины. Мы рады видеть, что этот важный законодательный акт одобрен Верховной Радой. Благодаря этому Украина сделала важный шаг на пути к европейскому будущему, которого потребовал ее народ во время революции достоинства. Законопроект о создании в Украине высшего антикоррупционного суда Верховная Рада приняла 7 июня. Документ определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей. Заработает ведомство после назначения не менее 35 судей. На это документам отведено 12 месяцев. Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела о коррупции в органах власти. Под юрисдикцию суда попадают коррупционные схемы на сумму более 900 тысяч гривен. Указ о запрете разделения семей иммигрантов на американской и мексиканской границе подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. При этом, согласно документу, политика нулевой терпимости в отношении нелегалов будет продолжена. Мы очень переживаем по этому поводу. Мы не хотим, чтобы члены семей расставались друг с другом. Это очень важно. Но в то же время мы не хотим, чтобы люди приезжали в нашу страну нелегально. В этом и вся проблема. За последние несколько недель власти Соединенных Штатов разместили в специальных центрах или патронатных семьях более двух тысяч детей нелегальных иммигрантов. Их разлучили с родителями, которых арестовали за незаконное пересечение американской границы. Такие действия проводят в рамках нововведенной политики нулевой терпимости. Она предполагает уголовное преследование во всех случаях нелегального въезда в страну. Практику разделения семей раскритиковали, в частности, представители Международного чрезвычайного детского фонда Организации объединенных наций ЮНИСЕФ, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Человеческий поток» – новый документальный фильм о беженцах презентовали в Киеве. Его автор – китайский художник, фотограф и общественный деятель Ай Вэй Вэй посетил десятки стран и лично познакомился с сотнями людей, которых обстоятельства вынудили покинуть родину. В своей картине он рассказал их истории и показал, с какими проблемами люди сталкиваются на новом месте. Ведь 85% всех беженцев проживают в странах с низким или средним уровнем доходов на душу населения, таких как Уганда, Ливан, Пакистан. Всего в мире насчитывается 68,5 миллионов беженцев, половина – дети. Больше всего среди них граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. Фильм снимался в 23 странах и 40 лагерях для беженцев. Он показывает миру человеческие лица, человеческие страдания. Это влияет куда больше, чем просто цифры. В Украине на сегодняшний день около 7 тысяч беженцев. Приблизительно 2300-2400 – лица, признанные беженцами. Около 700 – лица, получившие дополнительную защиту. И еще 4000 находятся в разных стадиях. Накануне вечера бокса, который пройдет в Киеве 23 июня, состоялась открытая тренировка главных участников поединков. Готовность к соревнованиям продемонстрировали главные герои турнира – Денис Беринчик, Карен Чухаджан и Станислав Скороход. Подробности в сюжете. Первым на ринге, специально установленном в одном из торговых центров Киева, проводит тренировку Станислав Скороход. В субботу 29-летний нокаутер из города Славутич поборется за первый в профессиональной карьере международный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе. Соперником украинца будет Арам Амир Кханян из России. В прошлом году Станислав Скороход провел пять поединков в Канаде и Украине. Все его оппоненты не задержались в ринге дольше четырех раундов. Я рассчитываю боксировать все раунды, а там как пойдет. Я постоянно тренировался, набираюсь раундов. Я готов и готов показать чудесный бокс. Изюминкой турнира станет десятираундовый рейтинговый поединок серебряного призера Олимпийских игр 2012 и чемпиона по версии WBO Oriental Дениса Беринчика против колумбийца Хосе Луиса Приетто. Задача украинца в этом боя – набрать как можно больше очков, чтобы в будущем провести титульный поединок. Известный своими эффектными выходами в ринг и артистизмом, Беринчик и на тренировке двигается и боксирует под музыку. Это будет здорово, я всегда готов. Травм серьезных нет. Есть амбиции, есть желание, есть здоровье, есть мотивация. Есть, как говорится, все. Соперники знаем, что у него хороший коэффициент нокаутов по сравнению с победами. И, в принципе, есть его поединки там, где он нокаутирует соперника. Он бьет по печени, также переводит в голову. Опасный боец. Главным поединком вечера бокса станет бой украинца Карена Чухаджана против Энесса Рефика Сивчи из Турции. 22-летний киевлянин проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO среди молодежи в полусредней категории. Говорит, защищать титул будет сложнее, чем добывать. В активе соперника Карена 5 побед, из них 3 – нокаутом. Просматривал его поединки. Очень такой напористый парень с ударом. Я думаю, мы зарубимся очень круто и покажем отличный бокс. Вечер бокса во дворце спорта будет состоять из 12 боев. Из них два – титульных. Также в ринг выйдут Олег Малиновский, Арам Фаньян и Андрей Великовский. Елена Дедух, Тимофей Сорокин, UATV. Пожелаем нашим украинским боксерам только победа. Я напомню, что самую актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала EATV. На этом у нас пока все. Но увидимся буквально через пару часов в свежем выпуске новостей. Поэтому до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова